Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аристократы среди всех возможных растений. В середине апреля отмечают Международный день орхидеи. Что известно об этих растениях и почему они так популярны в России? Сегодня начинается итоговое рейтинговое голосование за объекты, которые могут быть благоустроены в следующем 2023 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Отбор общественных пространств начался в январе. На основе предложений горожан сформирован топ-20 территорий для рейтингового голосования. Перед его началом во всех районах города проходили общественные слушания. Каждый мог внести свои предложения, в том числе онлайн. После этого проекты были доработаны с учетом пожеланий самарцев. До сегодняшнего дня и по 30 мая у нас начинается голосование, рейтинговое голосование. И, конечно, я призываю всех жителей Самары старше 14 лет принять самое активное участие в этом голосовании. Топ-20 пространств, за которые жители и будут голосовать в этот период времени. И у нас с вами уже есть замечательный пример того, как люди, активно принимая участие в этом голосовании, видят преображение на территории города. Это и Крымская площадь, это сквер Рычников, это сквер Аврора, это сквер Борцов Революции и многие-многие другие территории. Проголосовать за территорию, которую именно вы хотите видеть обновленной, комфортной и современной, можно до 30 мая. На платформе 63.городсреда.ру, через госуслуги, виджет «Мой выбор, мое будущее» на сайтах администрации Самары и внутригородских районов, а также с помощью волонтеров. Все болевые точки города под пристальным контролем главы Самары. Елена Лапушкина побывала в Ленинском районе и рассказала жителям о проекте «Мой дом». Общение продолжилось в стенах районной администрации. Какие варианты решения насущных вопросов были предложены в нашем сюжете? Поддержать интересы общественности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Поместь жителям многоквартирных домов в регионе работает проект «Мой дом». Он создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Многие председатели товариществ собственников жилья не знают, как решить юридические вопросы и добиться от управляющей компании выполнения обязательств. Им разъясняют это на выездных семинарах. За два года было организовано 216 таких встреч. В них приняли участие более 7 тысяч активистов. Жители 209-го дома по улице Молодогвардейской гордятся тем, что проживают в центре города. Бережно относятся к обновленному скверу напротив дворца спорта, а также к детской площадке внутри двора. Вот только гуляя на ней, дети забегают на территорию, прилегающую к трансформаторной подстанции, падают и разбивают коленки. Асфальт там давно пришел в негодность. Жители дома неоднократно обращались в ресурсную организацию с просьбой привести покрытие в порядок, но безрезультатно. Конечно, всем жителям Ленинского района, и наш двор не исключение, мы в самом центре Ленинского района, хочется чистоты, красоты, хочется ухоженных дворов, хочется благоустроенной территории. Наши жители очень много сами делают для этого, но без помощи, без поддержки нашей районной администрации, властей нашего города, депутатов, очень сложно. Глава города Елена Лапушкина тщательно отслеживает все обращения граждан и проверяет, как ответственные на местах решают вопросы. Сейчас во дворе меняют покрытие. Глава Самары рассказала, в каких программах от федеральной до областной могут принять участие жители, чтобы преобразовать территорию. А они мечтают о резиновом покрытии на детской площадке, хотят расширить дворовый проезд и обновить зеленые насаждения. А также сделать тротуар возле одного из подъездов. О тротуаре мечтают и жители 49-го дома по улице Чернореченской. Рассказывают, в непогоду перед ними встает выбор срезать путь по земляной тропинке вдоль домов или перейти на другую сторону улицы и пройти по асфальту. Здесь пожизненно нет тротуара. С той стороны тротуар тоже очень плохой. Вот мы сейчас шли, там грязь сплошная, а здесь совсем нет. Общение главы Самары Елены Лапушкиной с жителями Ленинского района продолжилось в местной администрации. Она рассказала, что благоустройство городских территорий и прилегающих к домам площадок напрямую зависит от активности самих жителей. Изменить пространство вокруг своего дома можно тремя способами. Приняв участие в программе «Конструктор твоего двора», в областной программе «Содействие» или в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». В этом году Самара продолжает самым активным образом участвовать в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Мы уже приступили к благоустройству на пяти общественных территориях. Это первый этап парка «Молодежный», парк «Воронежские озера», сквер по улице Ташкентской в Кировском районе, сквер имени Куйбышева в Куйбышевском районе и сквер около ЗАГСа в поселке Управленческий. Чтобы подать заявку на ремонт двора, жителям дома нужно объединиться и принять участие в проекте «Мой дом». Для этого активисты должны обратиться в районную администрацию. Она сформирует списки и организует работу. Почему важно данный проект развивать? Коллеги, тоже ни для кого не секрет. Мы с вами в большинстве своем собственники своих квартир, правильно? И раз мы с вами собственники, то и обязанность содержать квартиру в нормальном состоянии – это наша с вами обязанность. Но и право у нас с вами есть для того, чтобы потребовать качественную услугу прежде всего со всех игроков рынка ЖКХ. Государственная жилищная инспекция переводит зачастую с русского высокого юридического на обычный русский, чтобы человек мог задать грамотно запрос в управляющую компанию и получить не отписку, как часто бывает, а конкретный результат. В помощь активным жителям на территории Самарской области в рамках проекта «Мой дом» скоро откроются ресурсные центры. Всего их будет 145, в том числе два в Ленинском районе по адресу Чернореченская, 49А, и на улице Самарская, 225. В них два раза в неделю жители района будут принимать специалисты ЖКХ, инспекторы ГЖИ. Там будет работать площадка для переговоров с управляющими компаниями. Виктория Шара и Василий Колдашов. События. Юные и талантливые – лучшие из лучших в области культуры и спорта. В Самаре определили обладателей 10-й юбилейной стипендии городского округа Самара. К слову, размер стипендии в этом году станет выше. Подробности в сюжете Ольги Волковой. Поддержать молодых и талантливых определили обладатели стипендии городского округа Самара. По итогам рассмотрения конкурсных заявок выбрали 50 лучших из лучших в области культуры, искусства и спорта в возрасте до 25 лет. К тому же сами стипендии станут выше. Такое решение приняла конкурсная комиссия под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. На прошлом нашем с вами заседании было предложение увеличить стипендию. В этом году у нас стипендию увеличена с 5 тысяч рублей до 7,5 тысяч рублей. Надеюсь, что это порадует не только всех нас, но и, конечно, наших стипендиатов. Среди стипендиатов в области культуры воспитанники 15 учреждений, школ искусств, училищ, институтов. Музыковеды, вокалисты, художники и театралы, исполнители на фортепьяно, струнных и народных. К слову, народников в этом году стало больше, отмечают эксперты конкурсной комиссии. В 2022 году на назначение стипендий в области культуры и искусства поступило 64 ходатайства от 33 учреждений. В преддверии итогового заседания прошли две комиссии культуры и спорта, где были подведены предварительные итоги, подробно обсуждались под волю и достижение кандидатов. В области спорта на назначение стипендий поступило 62 ходатайства от 27 учреждений. 40 кандидатов представляли 14 олимпийских видов спорта, 18 – не олимпийский. Три вида адаптивного спорта представили 4 кандидата. Есть отличники, есть медалисты, а есть, как вы видели, боянисты, которые не только в спорте. Всех обладателей стипендии торжественно наградят в июне. Напомним, стипендия была учреждена в 2012 году. Идею присуждения премии подсказали самарские педагоги. Ольга Волкова, Василий Колдашов. События. Курсы по оказанию первой помощи, актерское мастерство и ораторское искусство. Самарские школьники готовятся стать вожатыми в летних лагерях. С января по май посещают курсы в специальной школе. Чему могут научиться, расскажет Светлана Кудрявцева. В Самаре уже четвертый год реализуется проект «Школа вожатых». Он нацелен на профориентацию подростков в сфере педагогической деятельности. Старшие школьники от 14 до 17 лет с января по май проходят курс обучения. Это лекции, практика, дистанционные занятия, онлайн-тестирование, практика в образовательных учреждениях города. Эксперты рассказывают будущим вожатым об организации профильных смен, оказании первой медицинской помощи, конфликтологии, возрастных особенностях детей. Учат даже актерскому мастерству и ораторскому искусству. Ребята этим летом поедут работать в лагере в роли организаторов, помощников вожатых. И, конечно же, в их обязанности будет входить проведение мероприятий. То есть они смогут себя попробовать в роли ведущего. И, конечно же, они будут работать постоянно с отрядом, с коллективом детей. И для того, чтобы ребят слушали, слышали, они должны уметь владеть свою речью. Будущие вожатые на мастер-классах узнают об отличии сценической речи от бытовой. Получают комплекс упражнений на улучшении дикции, практические советы о том, как грамотно представить свои личные качества и профессиональные компетенции. Алексей Низамов планирует летом трудоустроиться в детский лагерь, поэтому, узнав в школе о курсах вожатых, сразу решил пройти обучение. Я понял, что мне это довольно интересно, так как всегда хотелось бы попробовать в роли вожатых поработать с детьми. Потому что, правда, мне это нравится. Работать с социумами, с детками – это круто. В конце обучения участники проекта получат сертификаты о прохождении курсов. Им окажут помощь в трудоустройстве в образовательное учреждение «Самары» на должность помощника вожатого. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 213 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в регионе – 379 322. Такие данные в пятницу, 15 апреля, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 375 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 368 913 пациентов. Более 10 тысяч ребят за 25 лет обрели возможность жить полноценно. Старейший в регионе реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья отмечает свой юбилей. О том, чем сейчас живет центр и о дальнейших планах развития расскажем в нашем материале. 12 лет назад старшему сыну Анастасии Сизаненко Кириллу поставили инвалидность. С тех пор семья получает помощь в Самарском областном реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Здесь ребенок вместе с мамой проходит множество лечебных процедур на современных тренажерах. Про глубокое восстановление говорить пока рано, поясняет Анастасия, но успехи уже есть. Кирилл даже стал посещать спортивную секцию по ботче. Это один из паралимпийских видов спорта. Совсем недавно в центре появилась площадка для занятий, а Анастасия возглавила тренерский штаб. Курсы, процедуры и занятия ботче должны вдвойне лучше помочь сыну, уверена женщина. Областной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья – один из старейших в регионе. Он был образован в апреле 97-го года и до сих пор играет важную роль в разработке методик подборе наиболее эффективных для детей с ОВЗ, в том числе инвалидов, отмечают специалисты. В 2022 году областной реабилитационный центр празднует свой 25-летний юбилей. Потребности родителей, они возрастают, они видят, какие методики есть в Санкт-Петербурге, в Москве, в европейских странах. И, конечно, нам не было времени стоять на месте. Нам необходимо было внедрять абсолютно те же самые методики, технологии, которые эффективны, которые помогают детям социализироваться. И чтобы родители не искали где-то в другом месте, могли все получить и нас на территории Самарской области абсолютно бесплатно. Сейчас центр оснащен по последнему стандарту качества. В арсенале имеется множество современных тренажеров для реабилитации, а также методик для детей, чтобы они могли быстро социализироваться и пойти в учебные учреждения, детские сады и школы. В 2019 году в центре появилась специальная выездная бригада. Благодаря этому ребята из отдаленных районов Самары и других муниципалитетов могут получать помощь на дому. Активное участие в жизни центра принимает Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Спасибо, помогают в плане материально-технической части. И по обновлению оборудования реабилитационного министерства наше, которое всегда выделяет нужные средства для того, чтобы мы могли модернизироваться и развиваться. Специалисты продолжают изучать проблемы, с которыми сталкиваются дети, и разрабатывают программы для наилучшего результата. Ежегодно порядка 400 ребят с ограниченными возможностями здоровья проходят реабилитацию. Это дети с ДЦП, расстройствами, аутистического спектра, хромосомными и генетическими заболеваниями. За 25 лет более 10 тысяч ребят, которым помогли в центре, обрели возможность жить полноценно. В будущем врачи продолжат сотрудничать с коммерческими спонсорами и благотворительными фондами. Михаил Ермоленко, Максим Гусев, События. Продемонстрировали точное знание теории и показали свои умения на практике. На УДК Кузнецов подвели итоги внутреннего конкурса профессионального мастерства «Проф. Кузнецов». Конкурсанты в течение месяца показывали свои лучшие качества в 11 номинациях. Как такие соревнования влияют на работу всего предприятия? В репортаже Андрея Горгуленко. Владислав Емельянов покорил судей конкурса «Проф. Кузнецов» и стал победителем в номинации «Наставник». На УДК Кузнецов он работает уже 8 лет и имеет шефство над небольшой группой. Владислав отмечает, что это, а также его молодой возраст относительно других участников и стали преимуществом, благодаря которым он победил. Я один из молодых участников. Я больше нахожусь среди учеников. То есть за мной закреплены сейчас 3 студента и 2 оператора, которые работают вместе со мной. То есть я их обучаю. Опять же, мне это дает дополнительное преимущество в том, чтобы обогнать своих соперников. Победителей призеров внутреннего конкурса профессионального мастерства ОДК Кузнецов наградили в 11 номинациях, среди которых также контролер, мастер участка, токарь, универсал и другие. Соревнования проводили в течение месяца в два этапа. Сначала теория, затем практика. Оценивали претендентов на победу опытные работники и преподаватели учебных заведений, которые разрабатывали контрольные задания. Всего участие в конкурсе приняли почти 200 сотрудников предприятия. Вы своим примером показываете, что это интересно, что предприятие – это не только каждый день, который мы проводим с вами непосредственно на рабочем месте, но это еще и масса других интересных мероприятий, которые наполняют нашу свою жизнь. Организаторы отмечают, такие конкурсы мотивируют сотрудников ответственнее относиться к своим обязанностям и постоянно развиваться, что положительно сказывается на работе всего предприятия, а потому соревнование станет доброй ежегодной традицией. Для этого у нас конкурсы и проводятся, чтобы ребята в себя поверили, чтобы они могли показывать более лучшие результаты, чтобы другие, кто смотрит на них, видели, какие молодцы их коллеги, что они получили там призы, что их заметили, про них написали, рассказали, тоже подтягивались к конкурсу, улучшая свое профессиональное мастерство. Победители, кроме денежных премий и кубков, также получают право на досрочное повышение разряда или категории по профессии. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Самарский дворец спорта посетили представители общественных организаций инвалидов. Для них устроили обзорную экскурсию по спортивному сооружению. Что запомнилось и чем остались довольны посетители, расскажет Максим Магомедов. В новом дворце спорта для людей с ограниченными возможностями организована доступная среда. Представители 14 городских общественных организаций инвалидов проверили, насколько комфортным будет посещение спортивного сооружения для граждан с особенностями здоровья. На полу тактильная разметка, широкие коридоры для перемещения на коляске, шесть лифтов и специально оборудованные туалеты. Здорово, что у города появился такой замечательный дворец, спорт, который, ну не просто красив, он, первое, красив, второе, он доступен для людей, особенно людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями. И вот это радует. Приятно было видеть вот как раз то, что здесь доступно все, и я себя совершенно спокойно, комфортно чувствую везде. Первой локацией, которую увидели посетители, стал зал для игры в керлинг. Здесь оборудованы четыре дорожки, на которых одновременно могут тренироваться до сорока спортсменов. Затем гости побывали в спортивном зале, где обычно происходит разминка баскетбольных команд перед игрой. Основная арена трансформируемая под различные события. Здесь могут провести хоккейные или баскетбольные матчи, а также выступления артистов. Это позволяет сделать специальное покрытие, под которым скрывается лед. Трибуны вмещают в себя пять тысяч зрителей. Для инвалидов-колясочников в каждом секторе предусмотрено по шесть мест. Увиденным гости остались довольны. Они увидели, что такой дворец есть, что он доступен для любого жителя городского округа Самары, вообще для любого жителя. И самое главное, комфортно можно принять участие не только в тех мероприятиях, которые проводит дворец, но и наших мероприятий. То есть мы уже смотрим немножечко вперед. Мы вот увидели, люди очень довольны. Мы увидели, насколько удобно, доступно, насколько интересна и, самое главное, гордость, что в нашем городе есть такой дворец. В новом дворце спорта также предусмотрены все необходимые технические помещения. Раздевалки для спортсменов, судей и кабинет для прохождения допинг-контроля. Общая площадь нового спортивного сооружения больше 29 тысяч квадратных метров. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Предпочитают влажный климат и сильно отличаются друг от друга. В апреле весь мир отмечает Международный день орхидей. За красоту и уникальность многие страны выбрали орхидеи своими национальными символами. Что Ольга Павлова узнала об этих растениях и почему они так популярны в России? В нашем сюжете. Он не пишет стихи и не сочиняет романы. Единственный и давний роман у романа Едайвкина с психологией и цветами, при помощи которых можно загадывать желания. Я проассоциирую со своим именем. Рома и ромашки. И хотя мужчинам по утверждению рома цветы дарить не принято, его коллеги открывают карты и говорят, что ромашки любят люди милые, дружелюбные и жизнерадостные. А вот что касается орхидеи, то это по мнению психологов личности с эстетическим складом ума и претензий на оригинальность. Орхидеи в этом смысле, наверное, где-то посерединке будут. Это и заметно, и ярко, и красиво, и для ценителей. То есть люди, которые могут этот цветок оценить по достоинству, они что-то понимают. Им не только внимание важно, но еще и какой-то вкус, некоторая изысканность. То есть это что-то такое с творческим, может быть, подходом. Орхидеи – символ совершенства, отмечают почти все, кто с ними знаком. К слову, в мире более 30 тысяч видов этого цветка и выращивают его практически на всех континентах. По легенде, орхидея появилась на земле из осколка радуги. Более 90% видов этого растения произрастают в тропическом климате Южной Америки. Но самый популярный комнатный цветок – орхидея фаленопсис, родом из Юго-Восточной Азии. С греческого название переводится как «похожий на бабочку». Флорис Наталья Кузнецова ухаживает за живой витриной. Среди миллиона алых роз – новые и, как всегда, необычные веточки. В этот раз орхидеи белые и сиреневые. Заберут уже сегодня, говорит продавец цветочного магазина, несмотря на то, что цена кусается. Орхидея – это сейчас самый дорогой цветок, считается разновидностей очень много. Соответственно, ценовая политика абсолютно разная. И, естественно, человек может быть любой. Может, в зависимости от того, на какую сумму он рассчитывает, на эту сумму он может подобрать себе цветок. За по-настоящему царский цветок придется отдать порядка трех тысяч рублей, говорит Наталья. Перебоев с поставками нет. Орхидеи по-прежнему везут из Эквадора. Но цена оправдывает средства. Цветы приходят в колбе в специальном растворе. Самое главное – поддерживать цветовой режим. Орхидеи любят солнце и необходимый для этих растений режим охлаждения. Если все будет сделано идеально, своей красотой цветок будет радовать на протяжении месяца, а то и дольше. Орхидеи – он такой своеобразный цветок, экзотичный цветок. То есть за ним нужен уход трепетный. Поэтому многие люди, они его практически не понимают. Но это самый интересный цветок, который вообще существует. Впрочем, порадовать даму сердца можно не только царицей цветов орхидеи. Несмотря на весь внешний лоск и оригинальность. Предпочтение женщин, утверждают профессионалы, не зависит от вложенной в живой подарок суммы. Для любой женщины самое главное – внимание. А то, что уже дарит мужчина ей, это уже идет на ее усмотрение. Какой цветок любит она, такой цветок и будет дарить ей мужчину. Но, несмотря на все эти нехитрые советы, не забудьте придумать что-то оригинальное, если будете дарить изысканную веточку орхидеи. Например, это тебе, что на французском будет звучать как «se pour toi», на английском «this is for you», на немецком «dais es für dich», а на японском, впрочем, утруждаться не стоит. Ведь для женщины действительно важны «внимание, внимание» и еще раз «внимание». Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В субботу, 16 апреля, во всех районах города пройдет муниципальный субботник в рамках месячника по благоустройству, сообщает администрация города в своем телеграм-канале. Вместе с представителями коммунальных служб, общественных организаций, муниципальных служащих и волонтеров в генеральной уборке примут участие неравнодушные горожане. Гражданам, желающим присоединиться к наведению чистоты и порядка во дворах, раздадут необходимый инвентарь. В Самарском районе состояло заседание общественного совета микрорайона номер 11 «Соборный», информирует в своем телеграм-канале «Самарский внутригородской район». На мероприятии подвели итоги года, наметили планы на будущее и вручили заслуженные награды жителям. Активистов района проинформировали о действующих программах по благоустройству, обсудили тему предстоящего субботника, а также затронули вопрос о вакцинации от COVID-19. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки информируют о единовременной социальной выплате инвалидам на ремонт жилого помещения. На нее имеют право люди со статусом 1, 2 и 3 степени ограничения в передвижении. Выплата предоставляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. Необходима регистрация по месту жительства в Самаре. Городской департамент образования в своем телеграм-канале приглашает принять участие в городской социально значимой акции «Письмо Победы». Оно должно отвечать следующим требованиям – художественный вкус, выразительность, соответствие тематике акции, орфографическая, пунктуационная грамотность и эстетичность оформления. К участию в акции приглашаются волонтерские отряды образовательных учреждений и дошкольники. За новостями в телеграм-канале «Самара ГИС» ежедневно следят более 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости также и на официальном сайте «Самара ГИС», на страничках в «Одноклассниках» и во Вконтакте. О выпуске новостей смотрите на платформе «Рутюб». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин